Вот я в этой комнате поставил подпорку буквально три месяца назад. От того, что протекает крыша, сгнила балка перекрытия. И начал проваливаться потолок. Это прям посередине. Люстра замкнула. Комната в квартире Виктора Цыпленкова превратилась в зону повышенной опасности. О встрече гостей в этом помещении речи даже не идёт. Впору оградительную ленту натягивать. Детей родители сюда не пускают. На балкон стараются не выходить. В подъезде точно так же проваливается люк на чердак. В кровле здания дыры. От постоянных протечек балка превратилась в труху. Разобрать её теперь можно даже руками. И здесь на чердаке отчётливо видно, насколько неисправная конструкция прогнулась. Рядом лежит хороший брусок. Управляющей компании у дома нет с нового года. В администрацию люди обращаться не стали. Надеялись на капитальный ремонт. Дом в план регионального фонда включён на этот год. Но ремонт начнут только в следующем. Региональным фондом проведён конкурс по отбору проектной организации на выполнение проекта по данному дому. И в начале этой недели заключён договор с одним из проектных институтов города Ярославля, который будет выполнять проекты на 40 домов, в том числе и на данный дом. Но, как отметили в фонде, квартирные перекрытия в стоимость работ не входят. Этим должна заниматься управляющая компания. Поскольку с последний контракт был расторгнут, ответственность ложится на самих жильцов. Павел Волков, Георгий Иванов, Денис Сахаров. День событий.